Приветствую, друзья! Вот мы снова с моим дорогим другом Романом Газелько. Вот мы снова с моим дорогим другом Хасаем Алиевым. Да, и вот там вот я Роману рассказываю, как же нам поступить, когда там нам написал парень, не буду сразу обозначать имя, может он захочет и сам назовётся, потому что вдруг ему будет неловко. Мы никогда никого не критикуем, мы просто пытаемся донести до понимания. Этот парень написал, что если вы пишете бесплатный ликбез, то надо писать безоплатный ликбез, потому что слово беса, ну вот что за бесы? Вот это он написал бес, приставки не бывает, это большевики в своё время всех запутали. Да, все бесы. Дорогой Хасай, для того, чтобы неэмоционально ответить на этот вопрос, мне надо воспользоваться методом ключ Хасая Алиева и прийти в нейтральное состояние. Потому что, можно скажу нормально, неполиткорректно, до-ста-ли. Вот эти люди, которые свой кругозор сжали до точки, и эту точку считают своей точкой зрения, которые при этом не отдают себе отчёт, кого они решили учить. Самого Романа, который психолингвист. Ну, они начали учить тебя, как тебе говорить по-русски. Но, во-первых, это бестактно. Здесь не надо компенсироваться, если вы пришли на канал, друзья, чтобы слушать человека. И получать бесплатно то, что уникально, что вам помогает в жизни снимать стресс, использовать энергию страха для создания своих произведений. Конечно. Чтобы созидать, а не компенсировать все свои комплексы, выворачивая свои язвы душевные наизнанку, пытаясь покритевковать великого человека. А то меня же вы безправным. Безправным ещё. Да, научите говорить. А теперь для тех, кто всё-таки готов слышать, и тех, кто старается выйти из мифологического мышления и как дети верить в сказки, а для тех, кто действительно хочет работать обоснованной по науке. Я кратенько вам объясню, чтобы потом... Давайте договоримся. Если вас не устроит это объяснение, то там, пожалуйста, вам спокойной ночи. Вам после сказки спать. Спокойной ночи, малыши. А тем, кто хочет бодрствовать, тем, кто хочет действительно прозревать, я объясню, как реагировать на то, с чем вы будете сталкиваться. Что касается вброса про то, что большевики провели реформу языка и по методу оглушения согласных свойственному русскому фонетическому стилю решили довести до логического ума реформу, внимание, начатую ещё в Российской империи, но не доведённую до ума реформу адаптации письменного текста к произносительным нормам. Что произошло? Если вы учились хорошо в школе, учились, а не читали сказки всяких записных антисоветчиков, которые пытались объяснить, что вот советская власть — это культ беса, поэтому они решили перед глухим согласным в слуге приставку оканчивать на «без», а не на «беза». Ну тогда бы они вообще «без» убрали, и было бы «безобразие». Тем не менее «безобразие» осталось перед гласным, звук звонкий так, как он и произносится. И метод контекстного анализа. Вот в школе, если вы хорошо учились, там целый ряд приставок, которые были подвергнуты точно такой же процедуре. Это «из», «воз», «низ», «раз». И также они «из», «синя», «чёрный», «из», «стари». «Воз», «торг», а не «воз», «торг», да? Это интересно. Целый ряд приставок. Выделили только этот «без», какой-то параноик увидел в этом «беза». Не буду называть имя ещё одного знаменитого юмориста, который это подхватил, потому что это было на уровне прикола, как сказки. Не хочу в свою упоминать, не надо, Хасаид Дорогой, не провоцируй, да? Он хороший мужик. Да, он хороший мужик. Нужное дело делал. В своё время. В своё время делал нужное дело. Но пора всё-таки переходить к конструктиву. Понимаете? И есть важнейший момент. Во все века до введения тотальной грамотности теми самыми нелюбимыми вот этими фантазёрами-большевиками, которые шельмуют по любому поводу, вплоть до того, что Советский Союз не делал ничего, кроме лаптей, калош для Африки. Понимаете, это из той же серии. Язык передавался не через письменность. Язык передавался из устно. И когда вы не пишете, а произносите бесплатно, вы не произносите без-платно. Вы произносите так, как вас научили мамы, так, как говорят все. Или, простите, двойные стандарты. То есть произносить без так нелюбимый можно, а писать нельзя. Давайте все-таки будем действовать с точки зрения логики, а не, извините, деструктивных эмоций. Да, я хочу... Да, пожалуйста. Можно? Вот я люблю перебивать. Перебивай. Тебе можно. По разным причинам. Потому что у меня сразу возник вопрос. Извините, как и у вас может возникать вопрос. Я, так сказать, перегоняю время. Ну, Роман меня знает, и поэтому не обижается ни в коей мере. И вы не обижайтесь, друзья. Ещё я хочу сказать, что в интернете вы всегда можете найти, в зависимости от своей точки зрения, любое доказательство, которое будет либо да, либо нет. Нет, но то, что вы хотите, вы и найдёте. Таково свойство интернета, друзья. Захотите вы доказать, что слон – это куча навоза, которую он оставил. Или земля квадратная. Вы найдёте это доказательство. Вы найдёте, но только не надо. Вы найдёте всегда товарищей по безумию, политкорректно, по заблуждению. По заблуждению. Они быстрее ослепляются. Да. Всегда. Поэтому и мир таков. Ещё, знаете, есть… Потому что людей умных, мудрых, которые пытаются что-то понять, они иногда часто и сами с собой не могут договориться, потому что они всё время заняты изучением вопроса, а вот кто не занят изучением вопроса, он нашёл что-то, и давай всем это… Они ещё сомневаются. А вы знаете, вот с точки зрения развития сознания и личности, деградировать проще. Для того, чтобы развиваться, нужно проявлять основное человеческое качество – это волю к достижению цели, которая не видна вот здесь под руками, которая не погремушка в виде простого ответа, который на рефлексе. Вы знаете, да, у кого маленькие дети, да, у кого дети, у младенца есть рефлекс, что вы ему в руку не положите, он обязательно сожмёт кулачок. Но это ещё существо, которому предстоит стать человеком. У него ещё сплошные рефлексы. И вот когда такой публике дают простое решение, и они сжимают кулачок, вот в этом кулачке может оказаться всё, что угодно. Как щука, которая вместо того, чтобы пообедать платвичкой, хватает блесной, оказывается на сковородке. Вот зачем с вами так поступают. Будьте сложнее. А вот интересно, почему это слово «приставка» «бес» так сильно заинтересовало? Да потому что вот решили доказать, что большевики – это бесы. А, вот оно. Ну, конечно, что они все вот такие бесы и так далее. Это я вам ещё не рассказал про фейк про «Красную звезду». Тоже там дьявольщина и так далее. А если я вам скажу, что это образ со школы иконописи Андрея Рублёва, и так легко была принята в православной России, вот тогда это немножечко другое смысловое пространство. Если угодно, об этом поговорить на вебинаре, конечно. Да, и тогда, пожалуйста, друзья, пишите вопросы. Пишите, пишите, пишите. И про «здравствуйте», и про «благодарю». Ну, это мы уже говорили, будем повторять. Мне приятно сказать, например, спасибо, потому что я так привык, несмотря на то, что моя мама была декана филологического факультета 20 лет. И несмотря на то, что я очень начитанный мальчишка был, очень-очень начитанный. Я читал классиков Горького, Ленина, Сталина, я читал и Хемингуэя, я читал и Брейдбери, я читал Стругацких, моих любимых. Ну, понятно, да? Мы все чувствуем, где правда, где неправда, и даже вот не зная нот, мы можем определить песни в фальшивую ноту. И даже написать музыку. И даже написать музыку, как делает Роман. Друзья, простите, я был достаточно резок, но просто... А это немножко для того, чтобы встряхнуть. Длинная дорога была, я сегодня возвращался из другого города, да, и специально прилетел к Хасаю. Время сейчас без четверти, два ночи. Да, на самом деле никто обижаться не должен, потому что что же нам делать, если мы хотим объяснить, как оно есть, каждый в своей области. Если Роман психолингвист изучает это постоянно, он, значит, там ищет, думает вместе с нами, со всеми. И еще я вас хочу попросить, вы видите, насколько добр Хасай, ну, наверное, в отличие от меня. Я доктор, я должен относиться ко всем, как к детям. Ну, хорошо, да, это правильно. Я вас хочу попросить, давайте возьмем его под защиту, в том числе и комментарийную ленту под роликами. И возьмем за этическое правило. Кстати, если вы увидите, что его кто-то нарушает, я прошу вас тоже реагировать. Не резко, но напоминать об этом. Если вы хотите что-то утверждать и начать учить учителя, то лучше передайте эту информацию в виде вопроса. Прав ли я, считая, что? О, деликатно. Понимаете? Тогда это остается, ну, хотя бы для начала на уровне формы, да? Тогда другие не будут видеть беспомощность человека, которому, в принципе, навязывают спор с тем, кто просто некомпетентен. Да, друзья, еще я хочу сказать, мы в этом качестве, и лично я ни в коем степени не считаю себя учителем. Я думаю, что Иероман в данном случае не как учитель вам говорит. Но здесь секунду, да. А мы вместе делимся своим опытом поиска истинной вместе с вами. Ну, все-таки, давайте так. Это канал Хасая Алиева. Человека легендарного. Человека, который уже... Не надо. Ложное смирение, суть гордыня. Я говорю свое мнение, не надо спорить. Я прихожу на этот канал как гость. Я не имею права вести себя так, как, может быть, мне иногда и хотелось ответить, в том числе и вам. Я уважаю дом, в который я пришел в гости. Как говорят, в Риме говори по-римски. Это очень важно. И, скажем, не надо эксплуатировать законы гостеприимства. Все-таки чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Договорились? То есть, в итоге получается, что если что-то непонятно, лучше задавать в форме вопроса. Или если у вас есть какое-то мнение, которое противоречит, и вы вместо того, чтобы меняться ролями, и Хасаю говорить, как ему говорить, действительно, просто задайте вопрос. А вот я слышал... — Бесплатно или бесплатно. — Как пример, да? Это просто пример. И в данном случае, не оппонируя человеку, который, скажем, недостоин того, чтобы вступать с ним в спор, который хотя бы даже не чувствует на уровне неписанных правил, законов этики, я хочу, чтобы вы, когда увидите такие проявления, защищали, в данном случае, наш общий дом, это место, где все мы учимся, это канал Хасая Алиева. — Да, школа человечности, школа человека будущего. — Давайте будем человечны, да. — Да, конечно. Друзья, в итоге я хочу сказать, что скоро у нас будет вебинар. Готовьте, пожалуйста, вопросы. И тогда у нас не будет вот таких вот затрат времени объяснять простые вещи о деликатности, которая должна быть у каждого человека у нас уже сегодня. — Ну, это должны быть заводские настройки просто, вы понимаете. — Да, да, настройки, да. Если вы любите людей по-человечески. Поэтому вам инстинкт подскажет, как задавать вопросы, особенно когда проходят у нас бесплатные ликбезы. — Бесплатные. — До встречи. — До встречи.